Едем обратно домой. Навестили маму, погостили. Обратно путь в Сызраль. Как хорошо, когда можно куда-то приедать. В гости. Всем привет! Всем доброе утро! Мы сегодня проснулись чуть пораньше. О, звонят, наверное, насчет матрасов. Да, сейчас звонили насчет матрасов, что их привезут нам. Кто не знает, про какие матрасы, посмотрите, пожалуйста, прошлое видео. Ну, то есть, прям перед этим видео. Сейчас посмотрим. Вот они привезут. Я спрошу, бесплатно ли нам это. Так, кстати, я выгляжу, как есть, так есть. Они накрашены, ничего. Мы только проснулись полчаса назад. А под каким-то видео, я уже не помню под каким, я получила такое замечание. Кстати, от знакомого человека, я этого человека знаю лично, получила замечание. Мол, не стыдно тебе включать камеру в таком виде, когда ты ни накрашенная, ни причесанная, ничего. Ну, я, конечно, ничего не ответила. Не знала, честно, чего ответить, но сейчас могу ответить. Нет, мне не стыдно. А еще мне должно быть стыдно, я еще какая-то это... Ну, я не скажу, что я красавица, но я и не какая-то страшилища, что я аж прям людей пугаю своим внешним видом. Ну, тем более это... Да, 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 да. Тем более это влоговый канал, и как есть, так есть. Мы снимаем, мы как-то не прикидываемся, ничего, что мы видим, что находим интересным, то и снимаем. И я же не буду специально идти краситься, чтобы как бы типа быть готовой на камеру выглядеть. В общем, ждем матрасы. Всем привет, доброго дня, с утра солнышко. Я с утра собираюсь в магазин. Магазин это мир техники для кухни этой в Эльдораде, видео, белые техники у нас в Сызрани воде есть. Собираюсь смотреть, если даже есть, приобрести морозильную камеру. Морозильный камер, шкаф, неляр. Скажите, вот здесь лето кончилось, уже осень заканчивается и приспичило. Да, в свое время не купила, очень пожалела об этом. В марте мы ходили по Эльдораду и хорошая акция была на морозильную камеру. Атлант. Она большая, метр восемь шесть, как наш холодильник. В нашем холодильнике четыре отсека ящика морозильных ящиков. Но мне она, она уже вся полная, ничего уже туда нельзя уже поместить, вся уже полная. Вот, в то время не купила, даже мама еще у нас здесь была. Мама говорит, купите, купите. Я на своем настаивала, сказала, еще успеем перед летом. И представляете, они так выросли в цене. Даже ужас, ужас, почему так, не знаю. Опять, наверное, виноват коронавирус, так скажем. Это Атлант, который, смотри, вообще нет уже в продаже почему-то. Она очень подходила к нашему холодильнику, чтобы вместе рядом стояли. Нет, вот сейчас иду в МВД по магазинам. Если на витрине есть, даже сразу же приобрету какой. Если выше метр семьи, сразу же приобрету. Даже выбирать не буду, потому что с чем связано. У нас скоро свадьба. Свадьба мы будем сами готовить. И вот я хочу заранее налепить манты, глупцы поделать. И чтобы уже все готовое было, с горячих блюд. А морозильная камера мне уже точно нужна. Ну, вы представляете, большинство идешь в магазин, там на витрине нет. Только через интернет. Их ждать. Надеюсь, на витрине будут в каком-то магазине. Я сразу скажу, не знаю, снимать дадут в магазине или нет. Я как-то пробовала Демельдорадо. Мне сразу консультанты предупредили, здесь не снимают. Я и не стала наставить, скажем, если приобрету, я здесь дом вам покажу. Все, побежала. Пока. Самое главное забыла в гардеробе у себя одеть. Это маску. Я теперь из дома, из порога сразу же одеваю. Раньше было хоть в магазин, зайдем оденем. Потому что в Сызране, Самарской области, очень огромные штрафы выписывают. Заходят в автобусы, проверяют. И если одета так неправильно, сразу штрафы выписывают. Даже вот так нельзя. А вот теперь мы такие, как в ужастиках фильма. Наперед. Я уже много накупил таких одноразовых масок. Потому что сейчас очень осень, дышим. Весь мокрота здесь. И сразу я вот эту другую одеваю. Это еще хуже себе делаешь. Но без маски я теперь никуда. Денежки лишних нету в бюджете, чтобы штрафы оплачивать. Получили мы эти матрасы. Вот они две штуки. Два раза по 80. Спросила я, будет ли отдельная оплата за них. Сказали нет. Просто когда придут наши, которые мы выказали, надо будет просто идти с ними же обратно и отдать. И все. Можете нас поздравить с покупкой. Мы сегодня приобрели морозильную камеру. Сейчас я вам покажу. Фирма Бека. Высотой метр семьдесят один. Морозильная камера выглядит так. Внутренней части. Все общее семь ящиков и полков. Пять ящиков. Вот такие. Есть для льда. И полка для заморозки. Здесь у нас еще. Видите, граница еще не вытащила. И вот такие полочки. Все хорошо. Идеально. Здесь можно регулировать температуру. Но он фрост. Фирма Бека. Это российская фирма. Мы впервые покупаем из этой фирмы какую-нибудь технику. У нас основной вся техника это Bosch, Samsung, Redman и LG. Вся техника. Мы впервые. Мы купили за 29 тысяч 400 рублей. Это акции. И единственное магазин стояло на витрине этого Eldorado. Всех остальных не было в морозильнике. Если и был только маленькой высотой. Мы сразу же приобрели. Я помню, вот Альбина рассказывала, если с витрином в Германии брать какую-нибудь технику или мебель, у них делают скидку. Но в России такого нет. Какая цена стоит. Это такую цена. Ну и забираешь. Конечно, это не постоянное место камеры. В ближайшее время мы собираемся менять кухню. И перейдет на свое родное место к кухню. Это пока временное место. Это коридоре. Вот так наша покупка. Решила я приехать в Ротлинген. Оставила ребенка Софию с папой. Они погуляют немножко вокруг дома. А я приехала в Ротлинген в мой любимый магазин. Это Камакс. Немножко полазить, покопаться. Также мне муж заказал Игорь в русский магазин заехать. Купить для него семечки. Смотрите, какие прикольные часы. Это, конечно, для любителей. Но в трехчасовых поясах можно их выставить. Но зачем он Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, конечно. Кому интересно, сколько времени в Лондоне. Смотрите, какая интересная доска разделочная. Я так поняла, это настоящий камень и дерево сочетается. Сделан, конечно, не очень аккуратно. Но сейчас на скидках за 18 евро. Хочела поднять на руку, посмотреть. Но невозможно. Такая тяжелая. Вот эта вот солонка и перечница. Мне понравились очень. Смотрите, из красного дерева. Хороший, красивый аксессуар, мне кажется. Одна стоит 10 евро. То есть, если я хочу брать, то я буду брать и солонку, и перечницу сразу. Что-то мне 20 евро. Жаба душит. И вот эта вот очень понравилась. Стекло и дерево. А это еще дороже. 17 евро. Выбрала уже столько книг. Сейчас еще и все. У нас ребенок любит полистать книжки, вместе изучать, смотреть. Но пользуемся случаем. Зависла я рядом с полкой, с уходом для ухода лица. Не знаю, что выбрать. Выбор здесь огромный. Смотрите, какой прикольный чехол. Да, телефон я нашла от Карла Лагерфель за 10 евро. Такой прикольный я бы взяла, но не для моего телефона. Не подходит. Походу маски вообще не хотят отменять. Ношение масок. Ношение масок. Они даже ходят в моду. Посмотрите. Все такие разные тут. И в цветочек, и в принт, и всякие фирменные даже. Вышла я из ТК Макса. Вроде ничего не взяла, оставила приличную сумму. Зависла я на полке с уходом для лица. А это стоит немалых денег. Да, и вообще хочу сказать, наш ТК Макс испортился в Ройтлингене. Не знаю, в нем в последнее время не очень нравится. И поэтому я хочу поехать в Штутгартский. Ну, а сама я в Штутгарт не могу поехать. Так как с 2018 года в Штутгарт не могут заезжать машины дизельные, у которых евро 4 и меньше. У меня как раз машина дизельная евро 4. И мне не разрешается, запрещается даже, запрещается заезд в город Штутгарт. Иначе я получу штраф, если меня остановит полиция. А штраф приличный, даже до 200 евро я вроде слышала. Так что приглашаю вас, девчонки, кто вы меня смотрите. Лиля, Таня, Танечка, давайте сядем в машину, вместе поедем в Штутгарт в ТК Макс. Мы уже летом на эту тему разговаривали. Почему? Давайте соберемся и на этих выходных, например, съедем в ТК Макс. Девчонки, я знаю, что вы меня смотрите. Давайте. Вот так вот живешь в стране, да, и не во все города можешь ехать. Некоторые города для тебя закрыты из-за этого евро 4. Кто не знает, это запрещается машинам дизельным, именно дизельным заезд евро 4, потому что здравоохранение выяснило, что в Штутгарте самый грязный воздух в стране. И дабы вот очистить воздух в этих городах, в этом городе приняли такое решение. Кстати, у меня была история. В том году ко мне приезжала двоюродная сестра навестить в гости. Ну, они заездом к нам заехали, и я ее не могла встретить со Штутгарта. То есть, мой муж тоже не мог, он, я не знаю, я уже не помню, почему. Но у него машина часто ломается, сломанная у нас стоит. Вот. В основном мы ездим на моей машине. Вот. И я не могла ее встретить со Штутгарта, потому что мне запрещен въезд в этот город. Сегодня мы с мужем будем обмывать свою покупку. Кто чем обмывает, а мы с тортом будем. Пили торт от Палоча. Мне очень этот торт и нравится от Палоча. Это торт с черносливом. Время 11 часов ночи. Решила перекусить, почему бы не пожрать. Вот такой вот салат я себе сделала. Рукола, помидор, огурец, зеленый перчик. Сладкий перец зеленый и рукола. Рукола сказала, да? А, ферта, сыр. Мы сегодня вечером, я точнее сегодня вечером не ужинала, почему-то не хотелось. Но сейчас прям так кушать захотелось. Хотя у меня есть сейчас дела. Покажу вам, какие меня дела ждут. А дела у меня такие, что нужно делать уборку в комнате каждодневную. Точнее, каждую вечернюю уборку в комнате. Так как все игрушки по всей комнате здесь разбросаны. Каждый вечер я убираю. Каждое утро у меня все это достается. Ну что, уберемся вместе, да? Ну что, совсем другое дело. Чисто, да? Все чисто, все просторно. Да, каждый вечер я это делаю. Я не скажу, что это мне тяжело. Нет, мне это не тяжело. Я, наоборот, даже как-то умиляюсь вот этому всему. Она все достает, все копошится, бурчит, ворчит. Кстати, по утрам она бурчит, ворчит. Если что, то все убрано. Она приходит и выносит все это. Давайте я вам покажу, что я сегодня купила в магазине ТК Макс. Так, купила я, закупила сегодня книгами для ребенка. Тут животные. Все виды животных. Мы потихоньку учим сейчас животных, чтобы она показывала, где какое животное. У нее спрашиваешь, где там кошечка. Она показывает, где кошечка, где это. Она показывает. То есть, учим активно животных. Учимся считать вместе. Это, конечно, еще рано, но для ярких иллюстраций, чтобы смотреть. Она так садится у меня рядом или бы на коленне. И мы начинаем изучать картинку. Я ей объясняю. Это там водичка, это люди, это корабль. Она сидит и внимательно меня слушает. То есть, это для этого. Конечно же, не учиться считать еще. И эта книга тоже для иллюстрации и изучения животных. Здесь такие более правдоподобные картины. Мне эта книга очень понравилась. Здесь такие более правдоподобные. Так, вот здесь такие пластиковые странички. Следующие книжки, это серия книжек. Вот такие вот. Я, кстати, сейчас еще даже не листала. Только распаковала. Они были так запакованы вместе. Четыре книги. Ну, также можно учить автобус, кошечка. Ну, вот она по-любому узнает кошечку. Я только распаковала, она еще не видела. На скидке вот такая вот штучка была. Я ее купила для себя. Это такая штука, чтобы убирать волосы, когда умываешься. Стоил 1 евро. Я купила вот так вот. И тут как бы такой, как по полу, когда, да, и сарачиваешь между собой, и все. Вот так вот она убирает волосы. Такой вот зайчик получается. Купила. Уход за лицом. Косметикой Радиал я еще никогда не пользовалась. Но слышала очень классные отзывы. Честно говоря, в шоке. Почему? Была в шоке от Сент. То есть я купила вот крем дневной от Радиал. За 19,99. А написано, что стоило 150 евро. 150 евро. Крем стоил. Ну, я слышала, конечно, что это дорогая косметика. Но не настолько. И мне стало интересно попробовать эту косметику. Вот крем дневной. Это вот тоже крем с пикитами, в общем. Купила вот такую вот маску под глаза. И купила 24 часа увлажняющий крем для лица. Вот все мои покупки были в магазине ТК Макс. Я этот магазин, как говорю, обожаю. В общем, прощаюсь я с вами. Всем доброй ночи, спокойной ночи. И всем добра и мира. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайки. И пока-пока-пока.